всем привет друзья с вами дима point это forza horizon 4 и мы продолжаем свой путь к mercedes-benz друзья и предыдущая серия была очень веселая вот на этой маленькой фиесте джерси я там показывал просто такие кульбиты потому что у машины просто нет никакой максималки едет она по бездорожью хорошо но тяжело и вообще серия была достаточно нелегкая потому что я ездил на не имбовых тачках как я обычно это делаю так что обязательно посмотрите вот здесь сверху по подсказке ну а сегодня мы продолжаем игры фестиваля и что у нас будет прохождение сезонный чемпионат на классических спорткарах и потом мы пройдем все смелые выходки ну и конечно же если нам не хватит процентов то может быть мы попремся форза фон нам тут нужно будет покататься на ferrari f40 компетизионы которые я не знаю есть у меня или нет если нет придется тратить бабки что я не очень люблю потому что как видите у меня не самое большое количество денег уж поверьте у некоторых людей бывают там нафармлены миллионы но тем временем мы идем на карту мира здесь у меня есть все нужные чемпионаты за сезон и вот я вижу он спринт лихерц лейки лейкерц скамплицу блин хрен вы говоришь у нас от 501 до 800 классические спорткары вообще не знаю какие у меня там автомобили индекса производительности прям разброс очень большой у них так что посмотрим что сейчас будет вообще и какое задание у этого чемпионата дрова тару уровня эксперт у нас первое место то есть индекс производительности может быть у нас вплоть до а и 800 ну окей три гонки у нас первое у нас спринт и какие у нас тут автомобили присутствуют ёбка лэ манэ друзья оооо да не знаю честно говоря чё брать принципе загата едет наверно хорошо но он на не прокачан у меня вообще фэр леди у меня прокачано индекс производительности 655 здесь у нас индекс производительности можно вплоть до категории а делать это у нас будет по моему по моему 800 до до 80 вроде можно или нет но сейчас посмотрим опять же просто по стартовой решетки кто едет на чем и взвесим свои шансы выиграть или нет давайте глянем датсун должен ехать хорошо датсан датсун должен принципе ехать хорошо я на него возлагаю надежды нет нет не будем повышать на db4 gt я смотрю едут и корвет 60 но подобрали машины под мой индекс производительности кстати написано фэр леди зи шестьдесят девятого года да это именно фэр леди зи а не датсун потому что они отсмотрите отсутки датсун а нет на оборот все правильно у нас фэр леди зи это как раз для японского рынка а вот уже там 240 и так далее все эти индексы это уже идут для других рынков все отлично поехали ух ё-моё чё ты тварь и жганую мне очень нравится то что все вот эти корветы и астон мартины от меня уезжают единственное у меня машина хотел сказать более управляемая я тут еле оттормозился и она прям дико носом клювала и что это такое сзади загадка прям вот преследует преследует меня никак не можно оторваться здесь у нас принт поэтому в каких-то кругах я могу не нагнать ну если бы это было если бы это были кольцевые заезды поэтому тут нужно атаковывать не жалея автомобиль не жалея себя брать и просто врезаться в этих драйватаров чтобы хоть как-то выигрывать в катке но пока что я смотрю мы едем неплохо единственно это асфальтовая серия автомобиль у меня больше всего приготовлен для бездорожья но тем не менее я думаю он на асфальте себя может показать очень даже хорошо и вот если бы ты сейчас братан жопу не подставил я бы мог тебя обогнать но ты решил подставить свою сраку это плохо но ничего 27 процентов прогресс я думаю впереди вот сейчас будет серия поворотов где я смогу их обогнать ну либо не обогнать а просто херачиться и в бок и быть некрасивым человеком ох ты же полин как же она любит ехать бочком смотрите они все мягкие это просто жесть да вот что-то так резко тормозишь прям передо мной немножко дрифта нашем серии отлично так так это куда это мы намылились ну все принципе остался у нас всего лишь один вот этот вот корвет впереди едет в нем скорее всего какой-то космонавт но это это шутка для тех кто шарит так и здесь мы делаем вот так извини корвет мы слишком наглые все теперь я думаю можно спокойно брать и приезжать принципе на финиш ну что же сказать датсан датсун затащил легендарная машина она и есть легендарная машина но тем не менее ради интереса можно будет попробовать взять либо корвет какой-нибудь либо db4 gt почему бы и нет на 103 гоночки можно проверить все автомобили и так это корвет 1960 года он в категории c на заднем приводе я так понимаю он в стоке давайте ради интереса возьмем вот автомобиль попробуем на нем сейчас заехать причем это у нас кольцо погнали у нас это моно класс я посмотрел стартовую решетку здесь одни корветы и у всех индекс производительности точно такой же как у меня поэтому тут мы все едем на равных это определенно приятно кстати одна из сумасшедших красивых машин мне она дико нравится и у меня с этой машиной есть даже фоточка друзья так что вот такие вот дела так ну чё же мы потихоньку догоняем наших соперников и вот знаете вот моно класса тут есть моно класс тачки ни у кого не прокаченные и ты сразу же видишь кто и как едет в данном случае это у нас древо тары поэтому с ними особо проблем никаких как вы понимаете но тем не менее тем не менее вот я считаю то что вот такие заезды они самые честные потому что все едут на одинаковых автомобилях и тут уже решает чисто скилл и умение управлять тачкой вот здесь например можно особо не оттормаживаться да можно поймать камни но эти камни в итоге нас все равно не так сильно замедляют и плюс можно еще эти камни выкинуть на дорогу и остальным сзади будет не совсем приятно ехать вот такая вот фишечка неприятная но тем не менее тем не менее можно ей воспользоваться почему бы нет эти шка мне не просто так все-таки там с краю дороги лежат это же специально разработчики положились слишком широко зайдешь в этот поворот что-то улетел в эти камни и затормозил вот по узкой обогнали ну что ж друзья я думаю остальные два круга пройдут для нас просто незаметно потому что уже сейчас я возьму и приеду на финиш ну что же я могу сказать космонавтом я себя не почувствовал но тем не менее вот так вот в моноклассе если взять корвет проходится прям вообще легко и смотрите они до сих пор даже еще не доехали до финиша вот такие вот дела ну естественно куда же без астон мартин загад мне его очень хочется попробовать протестировать потому что эта машина может кинуть нам челлендж и как видите она кидает челлендж она очень плохо стартует меня обогнали просто все я уже на 11 позиции но практически все вот сзади там едет еще один загадок бедный корветы определенно делают но самое что интересное корвет вообще по идее он в категории c то есть вот эти корветы они получаются в категории b и логично предположить то что они все немножко амалагированы прокачаны называйте это как хотите но фишка в том то что они точно шустрее чем наши бедные астон мартин загадок но тем не менее на удивление на первом месте там вроде как держится загад они корвет есть у меня такое подозрение так что мне нужно будет своих собратьев обгонять так трасс у нас здесь супер маленькая тут так же кольцо и мы будем стараться проходить очень аккуратно все эти повороты загадок кстати очень красивая машина мне нравится ее немножко бегемотообразный образ как по мне смотрится она кайфово реально кайфово но единственное но не шустро она вообще а старт это просто тихий ужас но тем не менее как-то умудряются вот эти вот впереди держаться и при этом я даже догнать не могу и смотрите загадок сзади меня еще и догоняет так что я думаю то что тут нужно принимать агрессивные меры и делать вот так вот шикарно объехали ох ты даже выпендрешь на далее так ну все у нас теперь остался один впереди у него точно такая же машина как у меня даже такого же цвета поэтому я думаю здесь мы просто по узенькой траектории как всегда обгоним и куда ты куда ты куда ты ты что творишь нет 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 не дам я тебе этого сделать не позволю какого хрена тут только я должен быть красавчиком на первом месте на астон марта загадку а не ты нет 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 и вообще не ты так что вот так вот держимся просто по узкой траектории узко поем поворот не широко и все вообще кайфово немножечко здесь надо было тормозиться что в принципе сделал но я так понимаю то что еще один круг мы проедем вообще без всяких проблем и конечно же финиш что же могу сказать из всех этих машин если опять же у вас коллекция такая же то лучше всего как мне кажется брать корвет на нем прям очень приятно ехать это быстрая машина тем более у вас скорее все будет так же как у меня моно класс то есть все будет ехать на точно такие же корветы а это значит что скорее всего вы на изи затащите ну а сейчас мы просто берем и начинаем проходить смелые выходки вот они все наши смелые выходки здесь нам нужно сделать прыжок и сезонная цель у нас 305 метров это достаточно сложно потому что мой личный рекорд 295 с этим понятно потом у нас есть полицейский радар нужно пройти его на 346 километров в час я же прошел на 390 так что я думаю это мы пройдем вообще easy а здесь у нас есть скоростной участок мне очень нравится у него название пенинская тропа вы понимаете да какая шутка напрашивается вы определенно понимаете этот участок я что-то как-то особо не проходила так понимаю поэтому здесь у нас сезонная цель 297 а мой личный рекорд 267 я хочу начать именно с этой дороги и для этого я сейчас беру делаю быстрое перемещение а еще захожу в онлайн чтобы мне особо не мешались для аватары и трафик естественно для этого всего я беру опять же москлер потому что эта машина которая дает стопроцентный успех на всех скоростных участках радарах и так далее единственное посмотрим как ты придется здесь оттормаживаться оттормаживаться мне здесь вообще не придется а нет придется машина чуть не улетела в космос только что но тем не менее скорость у нас 311 километров в час и естественно это новый личный рекорд при этом я проехал очень как мне кажется плохо можно проехать в несколько раз быстрее но главное то что мы достигли сезонную цель а это значит то что сейчас можно взять и пойти дальше на радар радар же у нас вообще кайфовый потому что находится он практически на прямой и как вы понимаете проехать его на какую-нибудь хорошую скорость вообще не составит никакого абсолютно труда поэтому двести триста шестьдесят девять километров в час это не новый личный рекорд но главное то что сезонная цель у меня достигнута и москлер нам в этом помог единственное не знаю поможет ли он нам сейчас пройти смелую выходку с прыжком но в принципе я надеюсь то что поможет давайте поехали посмотрим на все это дело очень я конечно сомневаюсь то что нас получится прыгнуть далеко потому что тут у нас бездорожье машина под бездорожье вообще не подготовлена и да как искал машина под бездорожье вообще не подготовлена здесь нам нужна очень хорошая скорость чтобы прыгнуть далеко но сейчас посмотрим 200 чем-то километров в час и и и 321 метр не знаю сколько у нас получилось новый личный рекорд это отлично но а сезон 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 и сезонная цель у нас тоже достигнута а это значит то что можно сейчас взять авто и герой знаков опасно шикарно слушайте на москлере можно вообще все пройти и прыжки и радар и все что угодно но при этом к штате не самая лучшая машина прыжков но тем не менее игры фестиваль у нас появилась однерочка это значит то что лето у нас завершён на 50 процентов летний сезон но что же а это значит то что мы получаем mercedes-benz gt 4 18 года ну а конечно же машину мы эту посмотрим уже в следующей серии всем огромное спасибо за просмотр не забывайте ставить лайк если вам понравилась эта серия также подписываться на канал и жать на колокольчик чтобы не пропустить как раз вот видос про новый mercedes-benz всем огромное спасибо и пока пока